да это жестко да это жестко тут никаких проходов нету но я все тут изучил в этой части да сейчас через мост перехожу со спокойной душой да да жители ангрена хоть и привыкли жить среди чудовища черной магии но никогда не забредали выезде лирийцы только один раз накнулись там на след человеческого жилья посреди альшаника они заметили очертания крытых соломой хат поселок жилой обратилась мэва к разведчикам с этого расстояния сказать нельзя госпожа лирийцы вошли в деревню с оружием в руках готовые к бою они быстро убедились что поселение заброшен подгнившие дома склонились к земле тропинки просли высокой травой но кто-то здесь побывал и притом совсем недавно это можно было понять по трупам гули и лежавшему колодца мэва встала на колени возле одного из чудищ и оно было разрублено пополам тот кто нанес этот удар должен отличаться необычайной силой и орудовать бритвенно острым мечом сейчас их придет еще больше мэва вскочила на ноги из хаты вышел мужчина в тяжелом кожаном доспехе он был ранен и глаза у него были кошачьи если бы это было так мои разведчики уже трубили бы тревогу мужчина вытащил подвеску в виде медвежьей головы медальон дергался и дрожал будто стремился сорваться с цепочки в том что касается чудовищ сказал мужчина кривя губы в неприятной усмешке ведьмаки обычно не ошибаются и спустя раздался пронзительный вис недолго думая мэва бросилась в водоворот сражения ведьмак хоть и был тяжело ранен оказался проворнее любого из религийских солдат ну естественно его серебряный меч не знал покоя он перерезал артели артерии и сухожилия и без ошибки находил щели в хитиновых панцирях мы возочарованно смотрела на это пока наконец за ее спиной не раздался рык гуля королева поняла что и самой надо принять бой короткий бой и дополнительные карты мы уже даже знаем какие так одного полкового этого газкона уберу ты прочь айо 2 2 2 волчья мы это это не чё так не чё так вот этот мне не нужен на вот этот в принципе нужен тогда вот этот не нужен вот этот в принципе нужен пена усилите все дружеские отряды в ряду на четыре единицы но ладно допустим его из бельховена неуязвимость начали каждого хода наносите случайному бронзовому вражескому отряду урон равной половине значения силой его если этот отряд уже получил урон тогда уничтожьте его они все получат урон поверь мне дружище ведьмак жагница в начале каждого третьего хода создавайте изначальную копию случайного дружественного отряда завещания уничтожьте случайные дружественные отряды 3 затем сыграйте этот отряд из вашего сброса чё-то сложно для какая она какая она не ходите дети на болото будете здоровыми посмотрите карте вашей колодой 5 и сыграйте 2 из них остальные сбросите за бешеный гуль случайным образом распределите между всеми дружественными отрядами усиление равное значению изначальной силы этого отряда завещание разместить активируйте способность размещения повторно то есть он тут это на бафах монстры на бафах друг друга это конечно прикольно бафах друг другу кому сказать я чувствую здесь сильную магию госпожа похоже этими созданиями управлять ну иду я иду так мне надо что-то сделать и обилку уже обновить кого-то выложить на себе он жарит и гничим своим ну-ка давайте карты делайте силу равной 1 и тениц исцелите дружесный отряд и укрепить его на 10 единиц отметьте ответы усилить его на 10 единиц после трех ходов в начале хода уничтожьте его вместе с этой картой я бы жагницу обнулил еще слово вот давайте к жагницу я и жагницу выбрать нельзя ну давай этого крысу убирай а мы достаем кого правильно раз а второго пока не буду доставать или у меня есть один в руке нету одного причем причем я хаза даже дальнего вот это вот все равно барабанщики рандомно работают ну ладно одного барабанщика и одного поджигателя сейчас будет больно одно и то же неплохо нихерово так это я бы сказал зачистила поле мне а ты получал когда-нибудь камнем по зубам так еще один барабанщик в войсках мне делать нечего откуда столько урона совещание активируйте способности нанесите две единицы урона всем вражеским отрядом они скоро моего этого грохнут с такими успехами мой любимый цветок розочка как-то я попал одному сапогу в глаз 20 шагов да вруф ты здесь сколько можно дамажить что за что а это что за ров такой барабанщика срочно забирать одного смерть это лишь начало и пас пас барабан левый правый левый правый был у тебя когда-нибудь перелом колено берегите головы тебя у тебя уже смысла наверное нету брать ну давай тебя добавьте едини восемь единиц брони дел коробекер хорошо все я уже перегоняю его да все хорошо держи чем они больше тем проще попасть без колебаний все жарко смотрим все таки грохнул ну как сказать грохнул что ты такое когда ты сдохнешь как тоби контрить тут как-то знаете и сейчас трехи это теперь должно быть тихо ведьмак из школы медведя я мэва владычица лирии и ривии ну и ну не думал я что кого нибудь здесь встречу и уж тем более не королеву во главе мы забрели сюда случайно не сомневаюсь никто не посещает изгиб по собственной воле а что тебя привело сюда исполняешь какой-то заказ верно охочусь на чудовище так собственно на какое чудовище у тебя заказ погодите погодите вы хотите сказать что привели людей на изгиб и даже не знаете кто здесь обитает я же сказала мы зашли сюда случайно да но если и выйдете отсюда то чудом болото изгиб это владение крайне опасной твари эльфы прозвали ее гуайрный хаер кровавой госпожой а местные жители исказили слова выучилась гернихора действительно я уже слышала это имя вы наверняка видели и ее плоды пиявок и клещей вам всем лучше держаться от них подальше ты сказал что эти пиявки и клещи ее плоды это сложно объяснить у нас есть время гернихора существо во многом родственное вампирам только вот вместо того чтобы питаться чужой кровью она кормит других своей не понимаю она прикладывает этих паразитов к своему телу откармливает их а потом развешивать по кустам и деревьям зачем для других чудовищ это лакомство перед которыми они не могут устоять а когда они отведают крови гернихоры то теряют разум становятся ее слугами поэтому если ваши пути пересекутся вы будете сражаться не с ней одной а со всеми тварями что населяют эти проклятые болота так как мне с ней бороться ведьмаки не делятся профессиональными секретами даже с теми кто только что спас ведьмаку жизнь дождитесь когда она начнет кормить паразитов в это время она слабее всего и будет чувствительно к ударам понятно значит нужно атаковать как только она приложит к шкуре пиявок верно а когда если вы ее убьете очарованные ею чудовища ослабеют а потом вы должны сжечь тело вы поняли обязательно ну и то есть у него было много дополнительных диалогов которые я пропустил а ты что же отказываешься от охоты нет но сейчас вижу что должен лучше подготовиться изготовить необходимые эликсиры масла я вернусь через несколько дней у меня нет столько времени за нами следует нильфгардское войско я должна ехать дальше в таком случае желаю вам удачи большой удачи мне не удастся уговорить тебя поехать с нами королева мы лишены чувств но не разума ведьмак исчез за деревьями а мэва мэва лишь надеялась что солдаты не слышали их разговор много диалогов пропустил оказывается потому что там были какие-то дополнительные а я тыкал по основным потому что мне типа больше нравились эти вопросы я думал мне дает выбор на один из двух как-то так как-то так где будто пролежали несколько веков вели солдатам обыскать хаты может найдется что-нибудь ценное а че они тем более еще кусок карты дается да они недовольны мной и шо я могу сделать и шо основное задание ладно погнали Нильгард вон там Мэва подозревала, что признанные колдуэллом Нильгардцы шли по ее следу. Правда, костяк имперской армии, обремененный обозом, вряд ли бы догнал люрийцев на бездорожье и изгиба. Но летучий отряд кавалерии и легкой пехоты вполне могли. Поэтому, когда из тумана показались одеты в черные солдаты, королева не удивилась. Она тут же приказала солдатам занять боевые позиции и приготовилась отражать нападение. Однако нильгардцы не нападали, а стояли неподвижно в молчании. Только сейчас Мэва их рассмотрела внимательнее. Они едва держались на ногах. Бледные, покрытые гноящимися ранами. Изгид обошелся с ними так же жестоко, как и с лирийцами. Командующий захватчиков с трудом держался в седле. Он выехал вперед и обратился к королеве на беглом всеобщем языке. Половина моего отряда ранена. Половина больна. Ваши ряды ничуть не лучше. Верно. Только мы превосходим вас числом. Это правда. Если начнется бой, вы наверняка победите. Но на этих болотах любая рана будет воспаляться и гнить. И вы все равно потеряете множество людей. Так что же ты предлагаешь? Спросила королева. Разойдемся мирно. Идет война. Возможностей ступить в бой представится немало. Но не здесь. Не так. Королева взвесила слова Нильфгардца. Он во многом был прав. Но в этих словах могла таиться какая-то хитрость. Госпожа. Мэвора слышала голос Хавьера. Мы не можем их отпустить. После того, сколько зла они нам принесли. Нильфгардец, он прав. Он прав. И первым врядом мне прям предлагают позволить ему идти. Я на самом деле, я бы на ее месте отпустил. Ну, потому что, потому что. Он чертовски прав. Они задевали их плечами. Солдаты Мэвы глядели на врагов из-под лобья. Когда последний, одетый в черные пехотинец, исчез за деревьями, лирийцы вздохнули с облегчением. И не повысилось у меня ничего из этого. Ну, отчего и правда какой-то там одной из двух зол. И правда одной из двух зол. Мэвы выругалась, когда разведчики донесли, что обнаружили лагерь Нильфгардцев. Этого еще не хватало. Но оказалось, что палатки пустые, хотя костер все еще горел. А привязанные к деревьям кони спокойно щипали траву. Королева знала, изгид достаточно хорошо. И понимала, это дурной знак. Что за белка? Каждый раз, когда играют вампиры, усилите его на 2 единицы. Ну, так себе. Копейщик. Блин, ловушку до вилку не убрал. Так. Стартанем повозкой. У меня-то уж нету сил. Да-да-да-да-да. Вот это вот. Вы у тебя когда-нибудь перелом колена. И убил его. Причем мимо брони. Скотина. Так, что-то жестко меня в контроле тут. Нет, не нравится. Арниольф. 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 И кабеля сыграл. Хочешь знать, откуда у меня эти шрамы? Почему не больше, тем проще попасть. Как-то так. А в дополнение сыграем барбарку. Возьмите карты и сделайте фиксирую равную 1 единицу, переместите случайно вражеские отряда 6 штук в другой ряд и нанесите им по 2 единицы урона. Верните дружественный отряд из поля в руку. Хорошо. Животное, а? Так, 6 единиц урона. Ага. Да ты ропнишь. Я все понял. Забирай. Вот эти гниды, которые не дают мне нормально разыгрывать карты. Как их законтрить сейчас. Смерть это лишь начало! Хорош. Поплясать хочешь? Пас. Так. Так. Сперва барабанщика. В войсках мне делать. Обязательно. Не могу пока. Не могу. Главное только чтобы барабанщика не украл. Потому что это будет жопа если украдет барабанщик. Почему с панталона кстати не уязвимость не выпала. Не упала. Должна же была наверное упасть. Или стойкость должна была упасть. Так. Но пока нормально. Пока все хорошо. Погнали. Хорошо. Ты что творишь? И ты си это. Чем прощать? Хорошо. Ее спрятать легко. Хавьер. Не бойтесь. Задачу выполнил. Пойдет. Пойдет. Ну иду я иду. Не наше дело спрашивать почему. Левый правый. Левый правый. Хорошо. хорошо без колебаний должен пережить у меня этот добрать карту да доживает хорошо круто давно добрал ну ладно что хотел у мамы тут уже по-моему тут уже можно рейнарда выставлять да перезаряжу рота вперед марш сейчас будет больно достаточно одной стрелы что-то там в первом раунде мне устроил да я все помню я выпью все твои сок скажите мне цель ты что всерьез что Продолжение следует... Да, это жестко. Да, это жестко. А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Хм. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. 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 Лучше не читать. Королева Мава ускользнула из ловушки и направилась к красной бендюге. Вам нужно любой ценой отрезать ей путь к бегству. В случае неудачи каждый третий солдат в вашем отряде получит порку и месяц карцера. Их ждет порка и месяц карцера. Прикольно. Так, что тут на карте? Ну-ка, 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 ну-ка. А тут я все собрал. Ну, вроде да. Все, дальше тут одна единственная тропа. И я иду по ней. Лирийцы добрались до сердца и изгита. С каждой ветви, с каждого куста свисали напившиеся в крови пиявки и клещи. Их брюшки блестели, рассеивая красное свечение в туманном воздухе. Насыщенный гнилью воздух вызывал у Мавы приступы головокружения. Королева задержалась у поросшего мхом полуна и прислонила горящий лоб к прохладному камеру. Мимо шли и шли солдаты. Бледные, грязные, измученные. Она попыталась им что-то сказать, поддержать их. Но вместо этого зашлась кашля. Внезапно Мэва услышала блеск, словно пошел проливной дождь. Она подняла глаза. Клещи и пиявки падали в теплую воду, похожую на суп. И как по команде неуглюжем, были в сторону небольшой ольковой рощи. Мэва знала, кто появится из-за деревьев. Гернихора. Повелительница изгита. К оружию! Вскричала Мэва. Замкнуть ряды! Герийцы быстро сошлись вместе, укрывшись за стеной щитов. В ужасе смотрели они, как между ветвей блестят глаза, а из бурлящей воды поднимаются покрытые илым чудовища. Мэва шептала беззвучные слова молитвы. Милителе, великая мать, дева и старуха, храни нас! Мэвэ пришлось преодолеть себя, чтобы не закрыть глаза и не отвести взгляда от покрытых селым илом страшилищ, окружавших ее отряд. Одним и один их вид вызывал у королевы тошноту и вызывал откуда-то из груди крик ужаса. В конце концов, с огромным трудом она подняла меч. Мэва надеялась, что солдаты не заметят, как у нее трясутся руки. Убейте герни-хору! Сюжетная битва, особые правила и короткий бой. Все самое важное. Проводник. Герни-хора. Когти. Каждые два хода перед началом хода создавайте плод герни-хоры в рукопашном ряду. Мэва сбрасывает случайную карту из руки каждый раз, когда уничтожают плод герни-хоры. Герни-хора. В конце каждого второго хода перемещайте все дружественные отряды в этот ряд и обращайте эту карту в карту герни-хора-мать. Плод герни-хоры. Если этот отряд окажется в рукопашном ряду, истощите герни-хору на 3 единицы. Когда сила этого отряда достигнет 10 единиц, он взрывается и наносит 3 единицы урона всем вражеским отрядам. Герни-хора-мать, инсектоид, чемпион. В начале каждого второго хода перемещайте все дружественные отряды в другой ряд и обращайте эту карту в герни-хору. Ой, что за герни-хору здесь? Кыш, 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 кыш. Какая-то дрянь полупытала просто, ну реально. В ровсе, ни одного этого барабанщика нету. Ради всего святого, все ко мне! Если этот отряд откажется в рукопашном ряду, истощите герни-хору на 3 единицы. Когда сила этого отряда достигнет 10 единиц, он взрывается и наносит 3 единицы урона всем вражеским отрядам. Мэва сбрасывает случайную карту из руки каждый раз, когда уничтожают плод герни-хоры. Мне сейчас нельзя поджигать ничего. Я так понимаю. Ладно, начнем пока с этого. Он, а он сжал пену. Эти паразиты, они кормятся ее кровью. Хорош. Теперь ставим сюда и ловушку. Можно поджечь, я даже, думаю, теперь. Или слишком рискованно. Держи! Так, я хочу какого товарища? Вот этого я, наверное, хочу парня вытянуть. И барабанщика обязательно. Обязательно. Ну, покажем зубы, белки! Да убеги мне хору. Как быстро склонилась чаша весов. Неуязвимость. Ну, ты, Рейнард, конечно, не вовремя. Ну, ладно. Я боюсь поджигать паркопошный ряд. Мавы сбрасывают случайную карту из руки каждый раз, когда уничтожают плод герни-хоры. Пиявок нельзя убивать. Нужно как-то балансировать. Пока просто расставляю войска. Трофей Кельтулис. В начале каждого третьего хода нанести 2 единицы урона всем вражеским отрядам в рукопашном ряду. О, нет! Кельтулис сейчас все заруинит. Просто напрочь. Все 5 плодов герни-хоры уберут все 5 карт, которые у меня есть. Это, конечно, фиаско. Надо одного этого выставить хотя бы. Будь оно все проклято. Это, конечно, жопа. Перенеслось. Фу, просто повезло. Этих кошмарных бестий можно убить. Их можно победить. Там я моего проиграла. А почему? Ох, эти копейщики, блин, повылазили. Говно какое-то понасобирал. Ради всего святого! Все ко мне! Так, играть надо аккуратно. Вода... Это яд! Госпожа! Эти паразиты... Они кормятся ее кровью! Эльфские басни! Как быстро склонилась Чаша Весов. Так, ну давай, я не знаю, барабанщик. Ну и тоже. Я ж могу еще раз разыграть этого краснолюда, да? Могу же? Да, я его и разыграю. И вместе с ним Хавьера. Похоже, мне сейчас этот краснолюд будет игру выводить. Не понимаю пока как, но походу будет. Бейте герни хору. Через два хода. Ну, это надо сразу, наверное, пену разыграть, чтобы придурок этот не сожрал. Тут все хорошо заряжено. Ничего пока поджигать не буду. Так, они будут кушать сейчас. Этих кошмарных бестий можно убить. Их можно победить. Так. По восьмерочкам. Раз. Хавьер добавляет. По шестерочкам. Два. Хавьер добавляет заряд. И Рубака дает по четверочкам. Всем. Минус два. Окей. Арбалетчики. Отлично. Доспехи их не спасут. Пил. Хамье лирийское. Еще один арбалет. Фоя. Лирия! Лирия! Ты ж не можешь ее это, да? Да, 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 ну, конечно. Хорошо. Газкон. Не принимай близких сердцев. Помните, что гордыня убийца несмешный и хитроумный. Хавьера забираю и выставляю заново его. Что? Хавьер! Кельтулис, мать твою. Почему именно Хавьер? Да вы рофлите. Да вы рофлите. Да вы рофлите. Да вы рофлите. 14 единиц. Мне нужны арбалетчики. Вот прямо сейчас надо. Два штуки. Достаточно одной стрелы. 7 единиц. И на восьмерочку. Она... Надеюсь, она уже мертва. Вывес. Вывес. Мэва немногое запомнила из битвы выездителя. В какой-то горячке она дралась среди тумана, отчаянно рубя мечом чудищ, которые лезли со всех сторон, как в бесконечно долгом кошмарном стене. В конце концов наступила тишина. Успокоились бурлящие воды. Скрылись пиявки и клещи. Гернихора лежала посреди увядших листьев, вся в крови, недвижимая, но все еще внушающая страх. Сожгите эту падаль! Прохрепела королева. И пойдем дальше. Солдаты молча смотрели друг на друга. Прошло несколько минут, прежде чем Мэва поняла, в чем дело. Они боялись. Даже теперь, когда чудище было мертво, к нему было страшно приблизиться. Мэва знала, что если повторить приказ, солдаты его выполнят. Но королева не хотела их к этому принуждать. Поэтому она поборола отвращение и сама предала тело Гернихоры огню. Воздух наполнился удушающим смрадом паленых волос и ногтей. Стрельнули искры. Вскоре от кровавой госпожи остались лишь обугленные кости. Лирийцы продолжили идти к берегам Яруги. Несмотря на усталость, они шли быстрым шагом, не оглядываясь назад. Трофей Гернихора. Да. Но тут, в принципе, и финишная прямая. Да. Ну и всё, эта серия закончена. Гернихора мертва. А паразиты с её кровью остались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok